В отделение травматологии стационара номер один Люберецкой областной больницы поступила медицинская техника и силовое оборудование. Благодаря новинкам, закупленным по программе здравоохранения Подмосковья, врачи расширили перечень проводимых операций. Все подробности у нашего корреспондента. За операционным столом заведующий отделением травматологии Алексей Пронин. Врач проводит эндопротезирование коленного сустава. Здесь нужна ювелирная точность и, безусловно, высокотехнологичное оборудование. Заменить изношенные суставы на прочные протезы хирургу помогают специальные медицинские инструменты. А выстраивать компоненты в нужное положение – навигационная установка. Пациенты к нам направляются с наших поликлиник. У нас открыт при стационаре отделение кабинет плановой госпитализации, в который пациенты приходят по записи. В определенное назначенное время они принимаются. Если у них действительно есть показания к замене коленного сустава, они предварительно ставятся в очередь. И потом в течение месяца двух мы всех этих пациентов потихонечку вызываем. Пациент встает на ноги и учится ходить уже на следующий день после операции. Для полного восстановления походки потребуется в среднем три месяца. Я уже думала, что на этом уже все закончилось, и ходить я больше не буду. Такие боли были сильные. Но так случилось, что попала в больницу, предложили операцию. Теперь я хожу и очень счастлива. И я знаю, вот одну колено сделали мне четыре месяца назад, оно уже практически не болит. Я хожу и с удовольствием шла на вторую операцию, поменять второй коленный сустав. Теперь я знаю, что через некоторое время доктор сказал, что я даже буду бегать. Обещать бегать медики могут не всем пациентам. В первую очередь все зависит от давности болезни. Поэтому при болях в коленях визит к врачу лучше не откладывать.